приветствую вас друзья с вами варчик вышла новость про новогодние контейнеры это просто вообще шок приятно удивили очень хороший состав прим танков в этих контейнерах также хороший шанс выпадения ну и также легенда на месте сейчас все подробнее вам расскажу подписывайтесь ставьте лайк приятного аппетита погнали для начала расскажу про предзаказ 30 ноября 12 моск по 6 декабря 3 часа ночи москва у нас доступен предзаказ новогодних контейнеров праздничных и в этот период у нас больше всего дополнительных контейнеров бонусных поэтому получается видимо выгоднее покупать во время предзаказа но еще в первый день после выхода патча 123 сервера будут более разгруженные не будут люди покупать все в один день контейнеры это тоже для серверов хорошо но и бонусные контейнеры никому не помешают также что нас ждет в принципе в коробках 11 прим танков высокого уровня с 8 по 10 уровень от 100 алды до 2500 елочные украшения дни прямо 5 низкоуровневых танков и 3d стиле прошлых лет теперь давайте пройдемся по прим танкам из первого этапа шанс выпадения прим танка 2,4 процента первый прим танк это type 63 новый японский прим танк тяжелые восьмого уровня гидропневомоподвеска крепчайшая башня без каких-то там лючков без задоринки все с кайфом пушка еще и обладает механикой охлаждения если лишнее время подождать то она сводится и точнее стреляет следующем году я так понимаю нас ждет новая ветка японских тяжелых танков с такими же механиками этот танчик как раз под нее следующий прим танк это к 91 122 впервые это новинка еще одна как и прошлый прим танк но это прим танк уже девятого уровня с хорошим пробитием с большой альфой но конечно два лючка на башне это да называют этот танк мега имбой и вот впервые его можно получить также нас ждет еще сапсан это истрии с механизмом заряжания тяжелый советский восьмого уровня прим танчик у него барабан с механизмом до зарядки чем меньше снаряда в барабане тем быстрее он стреляет альфа 390 хорошее пробитие единственно что танчик медленный сапсан это в красивейшем 3d стиле я его очень сильно хотел но в тот момент приобрести не мог он уже не новый его когда-то можно было получить то ли в аукционе то ли де и сейчас его можно опять получить танк мега красивый его я тоже хочу на из 3 сам за метр отметки есть на этом бы тоже можно было бы поиграть l1 lpc это американский прям танк 8 уровня средний это наверное самый плохой танк из всех коробок из всех этапов просто это худший танк этих контейнеров честно говоря вообще не знаю что это так тут делает но он слабенький и забытый мало у кого есть и у меня в ангаре его тоже нет хотя он был но я забыл его восстановить яхтигр прототип это прям танк 8 уровня это классическая яга которая есть у нас и на восьмом уровне я 88 и на девятом уровне у нас есть я и вот теперь еще и на восьмом уровне еще одна но теперь тут пушка мощная не такая как у я и 88 хорошее пробитие альфа дпм все как надо этот танчик тоже конечно хочется получить я же говорю тут самый проигрышный танк это т.л. 1 lpc но у него кстати на специальных снарядах пробитие хорошие но в целом танчик такой не рыба не мясо также еще что интересно на первом этапе у нас золото сто процентов выпадает от 100 до 500 но прикол в том что на втором этапе сто процентов выпадает золото от 100 до 2500 то есть если мы проходим первый этап то у нас есть возможность получить больше золота в коробке и это прикольно шесть процентов шанс что выпадет еще и танк низкого уровня то есть они идут отдельно вне этапов вы все правильно говорили и разработчики лесты понимают что это чисто для коллекционеров что же нас ждет на втором этапе к в 4 турчанинова опять у нас советский прям танк восьмого уровня с броней еще есть механизм в зарядке новый крутой танчик тоже хочется получить но шанс выпадения прям танков на втором этапе уже не 2 и 4 а 2 процента ровно то есть тут уже шанс поменьше но здесь опять же шанс выпадения золота стопроцентный в каждой коробке но уже от 100 до 2500 также тут еще новый прим танк charlord ap 58 француз восьмого уровня тоже тяжелый ну и на втором этапе нас еще ждет три танка 10 уровня все они акционные и это танки за конструкторское бюро за которые люди отдавали очень много ресурсов и их здесь можно получить я считаю что это подарок для тех кто не получил эти танки объект 780 и компанзер 07 я считаю что это обалденные танки 10 уровня и получить их из коробки для некоторых наверное будет приятнее чем отдавать огромные тонны ресурсов но для кого-то может и нет тут уже сами решать но тут еще есть и ли он ли он конечно танчик посложнее чем предыдущие два но тоже свои приколы в нем есть у меня все эти три танка за конструкторское бюро есть поэтому у меня уже большая часть 2 этапа пройдено ну и к слову за первые два этапа у нас очень много новых танков на первом этапе у нас три новых танка один из аукциона и еще один забытый какой-то древний танк на втором этапе у нас два новых прям танка и три танка из конструкторского бюро если мы пройдем второй этап на третьем этапе нас ждет воффентрагер е100 это безусловно легендарный танк акционный 10 уровня здесь золото тоже от 100 до 2500 ну и шанс выпадения во фли 2 процента также всегда есть очень маленький шанс что может выпасть золотой воффентрагер также еще пять процентов шанс что выпадет 3d стиль прошлых лет но и стопроцентные игрушки там различных уровней новогодние на елку что из этого всего меня радует во первых огромное количество новых танков высокоуровневых то что прям танки низкого уровня отдельно там где-то стоят в сторонке также золото может выпасть большое количество интересно сколько часто это вообще будет происходить также радует то что коробки можно купить заранее чтобы разгрузить сервера чтобы она там не логала не глючила это все таки я считаю плюс нежели минус состав прям танков просто обалдеть два процента шанса выпадения танка то что прям танки не повторяются в этих этапах это тоже круто в общем одни плюсы я ни одного минуса не вижу на мой взгляд тут только один минус этот l1 lpc в общем и целом меня очень сильно порадовали новогодние коробки это реально круто и классно напишите свое мнение в комментариях я считаю что это просто обалденно уже жду 6 декабря это можно будет эти коробочки открывать отдельно еще хочется сказать о том что воффентрайер 10 уровня это не прям танк это акционный танк на него можно бесплатно экипаж пересаживать без переобучения если у вас есть экипаж на какой-нибудь пт-шки немецкой а также еще хочу сказать про компенсацию если выпадет повторный танк компенсировать нечего поскольку танки не могут повторяться повториться может только воффентрайер 10 уровня вот этот акционный а также мелкого уровня прим танки если мелкого уровня прим танк выпадет и повторится вы будете только рады поскольку вам дадут много золота от 1250 до 2250 я думаю что лучше пусть вам 1200 или 2200 выпадет золото чем 100 также на каждую 50 коробку вам выпадет гарантированно прим танк высокоуровневый если за предыдущий 49 ни разу не выпадал танк после того как вам высокоуровневый танк выпадает то этот счетчик сбрасывается и он должен будет быть в игре то есть вы будете видеть сколько контейнеров до следующего высокоуровневого прим танка ну или акционного танка если это десятка также еще в строчке где написано 100 процентов шанс выпадения золота есть еще воффентрайгер золотой и там тоже он типа в строчке 100 процентов это типа 100 процентов что-то из этого одно выпадет то есть либо 100 золотого может выпасть либо золотой воффентрайгер чуть ли не с первой коробки тут как повезет также еще не стоит забывать о том что 6 декабря в клиенте игры можно будет покупать эти коробки за золото это еще один несомненный плюс этих новогодних коробок с понедельника по четверг можно покупать в день одну коробку за золото а с пятницы по воскресенье по три коробки за золото а вот сколько они будут стоить мы узнаем позднее с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока всем новогоднего настроения желаю